остановись подожди потом поедешь вот тут она дует да 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 вот для чего этот роль друзья мы кстати очень приятно для тех как у кого простатит естественно стоит датчик дождя датчик дождя света и датчик сисек каких сисек друзья всем привет меня зовут евгений донец и впервые на честном обзоре тачка это kia optima 2018 года полное название gt line объем двигателя 24 188 лошадиных сил короче это единственная тачка премиум-класса в недорогом таком сегменте в районе 2 до 2 миллионов до которая может сравниться с камри с чем еще с хендерем соната или сатана другими словами смотрите прямо сейчас все подробности в нашем честном обзоре поехали коль скажи на чем ты ездил до этого начал только не ездил не ну правду говори как есть честный обзор восьмерка ладно потом 11 потом сразу перескочил на дастера потом на hyundai hyundai santa fe 13 года потом у меня была opel ашка затем лада x-ray прошлого года люксовый полный фарш но говно . стало ломаться через один год насколько да сорян коробка масса жрет литрами просто что ни в коем случае воду особенно двигатель 1 8 не берите и теперь у меня kia optima версия gt line можно сказать максимальная комплектация есть еще круче но там двухлитровый двигатель и турбонаддув и 235 лошади насил мне столько не надо для питера это много здесь 24 188 вот так вот давай посмотрим что у нас вокруг насколько я знаю здесь какие-то колодки 18 колеса красные суппорта означающие что спорта спортивный обвес резина 235 45 на 18 что очень позволяет хорошо входить в поворота на 120 на той даже на 130 км час дорогу держит великолепно а вот это что накладно накладки какие-то или это реальная вентиляция какая-то вентиляция но по-моему мне кажется просто накладки идем дальше зеркала насколько я знаю ручки задвигаются если вот сделать вот так вот так и кстати огромная фишка смотрите вот мы сейчас подходим к машине и смотрите так ну что огромная фишка заключается в том что машина как бы встречает водителя но эта фишка уже третий раз ладно давай пока проверим багажник давай проверим багажник насколько я знаю этот багажник работает в автоматическом режиме то есть ты подходишь что там делаешь ногой и открывается в интернете очень много приколов на этот счет что типа эта история ни хрена не срабатывает и коля покажи нам что это не так докажи нам давай давай еще раз она просто это делает когда захочет короче мы хотели показать что зеркало само раздвигается вот оно это собственно и делает вот давай хозяин подходи к машине все все загорается фонари в ночи очень удобно а теперь давай покажем как работает багажник смотрите полные руки или сумки ты подходишь сзади и надо перед багажник она моргает ты вот так ногу правой ничего не нажимал вообще охренительно почем номерок дружище как бы вот это 001 там сидел бесплатно да просто повезло до всем просто как-то раз и номер хороший так вот так провел удача корпоратив камера на ты сказал что у нас 4 камера камера здесь прям в борту в передней торпеде даже переднюю торпеду где находится кстати торпеда решетка спортивная как и бампер тоже спортивная камера вот она соответственно рампапам такой обе столько на версии gt line на престиж на люкс и хуже комплектация такого нету понятное дело как вы уже сказали краса саппорта вот опять они открываются закрываются сами то есть смотрите отойдем опять подходим типа подходит ближе хозяин и оба про не нравится в этот раз я всегда говорю машине привет я такая привет камера задний вид находится здесь очень удобно вот уже 5 моргает можем еще раз проверить и багажник снова сработает откроется замечательно и самая главная фишка gt line лейбл так красивый лейбл gt line это для любителей также ведь мы видим что здесь два глушителя две трубы дай и хорошо конечно же бампер задние тоже спортивная я не понял как это слово рж 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 или как-то так короче тут и херня называется очень так это добавляется получается что две трубы два глушителя позволяют хорошо отводить выхлопные газы из-за этого более качественно при этом да насколько я знаю турбовые двигатели да нет турбонаддув это на следующей версии еще круче которое стоит как раз уже 2 миллиона там двухлитровый двигатель 235 шаги и вот так как раз труба А здесь при том, что объем 2,4, здесь его нет, но прет примерно так же. А, кстати, обратите внимание обязательно, что здесь задние и передние парктроники. И очень удобно, когда сдаешь назад, вот есть определенная система ЕСТ, по-моему, называется. Ты когда сдаешь задом, она видит машины, которые находятся в 3-4 метрах от тебя, которые едут с двух сторон, с левой или с правой стороны. То есть и подсказывает. Это, по-моему, называется круговой обзор, да? Не-не-не, это другая как-то называется. ЕТС, ЕТФ. Вот, очень удобно, когда ты задом сдаешь, ты не видишь, что за тобой происходит. Даже камера еще не видит. А датчики уже покажут, что кто-то приближается. Ты говорит, остановись, подожди, потом поедешь. Это панорамная крыша, то есть мы можем открывать люк и смотреть вот две половины. Вот здесь можно открыть на одну половину и сразу на две. То есть те, кто сзади, могут наблюдать за тем, что происходит в небе. Закрыли, да? Да. Открываем. И сейчас, обратите внимание, сверху появляется сеточка, открывается, которая защищает от попадания камешка. Вот здесь поставили сверху. В общем-то, вот она, эта сеточка. Да, как раз, если что-то полетит, то в машину не прилетит. О, хозяин ушел. Я человек не автомобильный, но прекрасно знаю, что это аккумулятор, это 4-цилиндра, это омывайка для стекла, это тасол, охлаждение мотора. Это, что у нас здесь, это стойки, это воздушный фильтр, насколько я понимаю, это что? А, это и есть воздушный фильтр, а что это тогда? Мозги. Мозги? Вот такие большие мозги? Это же больше, чем твоя голова, Николай. Это больше, чем у нас вместе взяты мозгов. Да, тут еще наддув есть, чтобы охлаждалась быстрее машина. То есть, это наддув какого плана? Ну, двигатель атмосферник, да? Да, 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 да. А, ну все, это помощь радиатору, так скажем, да? Наддув идет в такой активный, так скажем, да, по потоку воздуха идет воздушный фильтр. А так, что, у нас легкая шумоизоляция, кстати, шумоизоляция хорошая, но я бы на самом деле еще сделал дверей шумоизоляцию. У меня, знаешь, возник вопрос, когда мы забирали машину из салона, что почему-то помыли двигатель. Нахрена? Как думаешь? Что помыли, он должен быть изначально чистый, машина же новая. Красивый, намытый почему-то мотор. Протечки скрываете? Нет. Зачем помыли? Мы всегда моем двигатель, когда выдаем автомобиль. Он должен быть полностью чистым. Полторы недели мы уже катаемся, и, ну, вот грязь, когда вот здесь появилась, грязь-то, слоты подобрал, боже мой. Здесь какая-то легкая пыль появляется. Ну, то есть, со временем, понятно, будет пачкаться. Но он не так сильно пачкается, как, например, на предыдущих машинах моих. Так что посмотрим. Так, ну все. Значит, мы находимся внутри салона сейчас. О, смотри, смотри. А, то есть, значит, получается электрический привод на оба сидения. Я так, уезжаю. Закрываю. Что нравится, электрический привод на оба кресла. Также у каждого кресла есть подогревалка задницы, что, кстати, очень приятно для тех, у кого простатит. Ладно, это все шутки. Вообще просто приятно. Ты садишься зимой на холодное кресло, вот от этого он может и возникнуть. Поэтому можно прогрессию заранее. Плюс здесь есть перфорация. Кажется, что кожаное сидение, оно на нем задница же потеет обычно летом. Но здесь есть некая перфорация. Вот эти дырочки в некоторых моделях KIA, через них втягивается воздух. То есть, ты можешь дунуть, сидя в кресле, и в салоне никто не почувствует. Покажи себя. Только на версии G1 сидение покрыто кожей и красной строчкой. Но давай будем честными, что кожа у нас не настоящая, заменитель какой-то качественный. Слушай, до хрена он знает. А может и настоящая. Ну, на самом деле она... Давай почитаем об этом и скажем, настоящая или нет, это появится в титрах. Да, нет. Да, есть подогрев G1, также есть охлаждение G1. То есть, есть жара лютая, там плюс 20-30 в машине духота. Ты включаешь и через буквально минуту-полторы... А каким образом это реализовано? Становится свежо и хорошо. Вот, что... Подожди, вот о чем я говорил. Это же просто воздух тянется, вот тебе освежение. А, блядь, то есть это есть у тебя? По руку поставь, просто втягивает воздух и все. Вот что происходит. Разо втягивает? Да. Обогрев руля, драйв мод, что это у нас? Вот, сразу включаются три режима. Спорт, комфорт, эко. Пока у нас еще идет обкатка и накатана все же 1413 километров, а нужно примерно 2-2 500, я езжу в овощном режиме, а именно эко. Ну, то есть это включается как отсюда, с этой панели, так и где-то на руле, правильно понимаю? Нет, только отсюда. Хорошо, показывай. Едешь очень удобно, так включу, если ты со временем рука привыкает, и ты, грубо говоря, как на пианино сидишь. Потом, что еще? При включении передачи мы можем выключать, включать камеру. Камера очень прикольно показывает круговой обзор, либо задницу. То есть, посмотрите, друзья, мы как бы видим себя сверху. Это реализовано при помощи компьютера, и камер одна, мегапиксельных, которые вокруг машины находятся, ой, не, блядь, по периметру машины находятся, которые... По кнопкам, что регулятора громкости, я до сих пор не могу понять, что вот это... А-а-а, о, ничего себе, это зум-зум карты, круто. До сих пор, говорит, не могу понять, ну вот и открыл. Ничего себе крутяк. Ладно, да, понятное дело, там настройки, навигация, карта, треки переключать. Можно сделать избранные какие-то позиции, мелодии, звонки, сайты, ссылки. Ну, то есть компьютер достойный и по размеру, и по функционалу. Да, да, понятно, дело, медиа, можно прямо с телефона, блютуз, ключи, вот я уже, там, музыка. Кстати, по поводу музыки чуть попозже. Как, по поводу звука, какой он вообще? Мне кажется, классный. Ругаться можно? Можно. Охуенно. Охуенный звук, динамика. Десять колонок, встроенный сабвуфер и усилитель внешний. Я, как ведущий, могу сказать, что звук реально офигенный. То есть звук действительно качественный, ничего не дребезжит. В некоторых моделях Kia мы слышали, где нет сабвуфера, что идет дребезжание в связи с тем, что дребезжит корпус. Низ высокий, высокого диапазона. Есть более низкий низ, который чувствует тело, а есть более высокий, от которого дребезжит вся конструкция. Так вот здесь низ просто охрененный, это все всходит в номинальную стоимость. Всякие настройки, там, вентиляция, автохолл, то есть двухзонный климат-контроль. То есть тут у себя можешь одну температуру поставить, а я у себя другую. То есть вот боль наглядная, ты можешь сделать вот так вот. Ох, вот так вот. Классно, то есть получается два разных кресла, две разных температуры. И воздуховод назад, насколько я знаю. Да, конечно, вот он, прям вот здесь есть. Хорошо, давай на спидомик. Кстати, здесь очень самый главный момент, что в этой комплектации постоянно проветривается лобовое стекло, и оно никогда не запотевает. Вот это вообще очень важно. Вообще никогда не запотевает. Коль, давай посмотрим потолок, вот эти включай подсветки. Чего они? Подсветки, да, да. Цветодиодные, что очень важно, не желтые. Да, то есть такие, то есть. Ну-ка, включи еще раз. Там сзади просто загорается, я хочу показать. О, везде, нефиг. Мы сами рады. Да, да. Крутошно, что ты нашел? А, все, по-моему. Крутяк. Кнопка SOS, пока не знаю, что это такое. Ну и пока не хочу нужно. Не надо. Ну и конечно же. SOS это вызов мастера, я так понимаю, при помощи GPS-датчика. Я очки туда уберу. Все, очки, колеса. Колеса нормально. Коля, колесник. Колесик, колесик. Это AOX, Bluetooth и одна из самых главных фишек, беспроводное зарядное устройство для телефона. Да, то есть мы ставим. Загорается лампочка, загорается этой. Получается, мы можем одновременно подзаряжать два телефона, Николай поставить свою на беспроводную подзарядку. А я не ленюсь, я ставлю на быструю зарядку при помощи шнура. Кстати, да, по поводу шнура. Ну, Сереге шнура. Включаем через Bluetooth и у нас на экране... О, а то и пошла музыка. И у нас на экране появляется вот такая система. У тебя сейчас... Мы можем подключить... Это телефон играет музыка. Это играет DJ Цветков. Дело в том, что в 2004 году я брал интервью у DJ Цветкова. Прикольно. И как он нормальный? Да, хорошо, чем уже. Так вот, только выключаем, сразу появляется кнопочка Apple Car Play. Включаем ее и, грубо говоря, у нас на рабочем столе наш телефон. То есть телефон кладем обратно туда куда-нибудь. У нас уже заряжается, во-первых. И мы можем контролировать. Всего здесь есть несколько программ. Телефон, музыка, карты, сообщения и какое-то исполнение. Киа настройки, подсказки, подкасты, аудиокниги и Google Навигация. Которые, как я хочу прошу заметить, с этими, с пробками. В общем, если коротко подводить итог, то здесь компьютер внутри Киа использует мозги телефона, если ему своих не хватает. Парктроник, можно включить, можно отключить. Автохолд, это охеренная кнопка. Это, грубо говоря, автоматический ручник. То есть ты, когда стоишь в горку, либо с горки, либо в пробке, ты остановился до нуля, буквально полсекунды подождал, но зажглась кнопочка автохолд там, и, соответственно, ты стоишь, тебе не надо ногу на тормозе держать. Все, она как на ручнике. Нажал газом, она поехала. Это для того, чтобы не скатиться назад и не съехать вперед. Очень удобно. И вот эта кнопка автоматической парковки. Я уже ее пару раз проверял. Паркуется. Я видел твою радость. Да, паркуется потрясающе. Я думаю, сегодня попробуем это записать, и все время позволят. Кнопки, руль, блин, руль. Ну, руль вообще, это отдельная тема. Тут, во-первых, он регулируется не только по высоте. Смотри, готов, готов. Готов. Ё-моё, так это же твой космолет. Еще и вперед-вниз. Что происходит? Подожди, подвигай вперед-назад еще. Да, 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 да. Вот для чего этот ролик, друзья мои. Я смотрю огромное количество звуков. Голосовое сообщение. Телефон. Кстати, когда я разговариваю по телефону, по очереди блютус, качество звука обалденно. То есть я вот так вот спокойно говорю. Не напрягает. Меня отчетливо слышат и говорят, типа, что решь? Я такой, как так? Ладно, тут еще что-то. А, переключение сразу же волнует. То есть либо радио, либо музыка на телефоне. Цветков нам приплатить за рекламу. Либо радио. Круиз-контроль. Вот, включаем, сразу появляется кнопка круиз. Не объясняешь, что это все знают дальше. Лимит, то же самое. Выйти, не знаю, что это такое, не помню. Потом что? Целая куча настроек здесь. Смотри, как только нажимаем, у нас получается либо GPS-навигация. Когда ты едешь по городу, у тебя стоит на навигационной системе, куда ты едешь, здесь у тебя дополнительно показывает стрелочек, куда тебя поворачивать. Здесь твилей не смотреть направо. Вот, тут целая куча настроек. Можно регулировать подсветку дверей, как они будут светиться. Освещение зала. Тут еще, похоже, сейчас не видно. Давай бардачок откроем, просто интересно. Вот его объем. Не, ну это, согласись, важно. Важно. Так, хорошо. Потом, дальше. У нас здесь еще такие настройки. Показывай, средний расход. Вот сейчас у меня средний расход, стать нему важно. 10,8, но я пока еще не топаю. Это причем объем двигателя 2,4. Расход 10,8. Человек не топает. Это еще на обкатке. То есть он должен будет еще меньше стать. Слушай, Коля, я насколько знаю, здесь есть два режима. Это эко, смарт или какой-то еще и спортивный режим. Вот расскажи про это. Три режима. Да, есть три режима. Смотрите. Давай, если посмотреть, да. Есть комфорт, эко и спорт. Соответственно, эко, это экономичный. То есть он не переключает передачи на 2,5. Ну, переключай, чтобы их видели. Вот, да. Эко. Останно переключаешь, не так. Вот, эко, то есть переключает машину, коробку передачи на 2,5, на 3 тысячах оборотах. Комфорт, это средний эко. Ну, короче, это обычный номинальный режим. Обычный автомобиль. От 3 до 4, примерно, в этом диапазоне. А спорт, во-первых, выключает 6-ю передачу, напрочь выключает, астанавливает только 5, и переключает около 6-7 тысяч оборотов. Вот тут она дует. При том, что мы находимся на обкатке, машина чувствуется, что она мощная, и она подхватывает даже уже на большой скорости. То есть ты едешь 100 километров, во-первых, очень низкие обороты в районе полторушечки где-то, да? Я правильно понимаю? И чувствуется, как вот этот двигатель без напряга подхватывает, и на обгоне очень легко, хорошо себя показывает. Естественно, стоит датчик дождя. Да, датчик дождя, света и датчик сисек. Каких сисек? Если видишь, идут хорошие, красивые сиски, он сразу... Пип-пип! Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Еще одна большая, огромная фишка, а запоминание сидений, режимов. Два режима. Два пользователя или три, сколько пользователей? Два, 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 два. Вот смотрите, вот сейчас сижу я, да, вот это у меня единица. Сейчас я пока... Эксперимент, вот я ни разу так не делал, а тут режим моей жены. Она у меня меньше гораздо. Это готов? Что вполне логично. Мне сейчас космос страшно. Была бы жена больше тебя, я представляю, представляешь, такая бомбочка. Сейчас покажи, как она есть. Все, я уберзаю. Нормально. Кристина, большой тебе привет, ты очень меня дюрненькая, наша принцессочка. Он, блядь, огромный багажник. Обратите внимание, багажник действительно огромный. Вот у нас влезло раз, два, там еще места, посмотрите, сколько, друзья мои. Вот еще сколько места. То есть действительно вместительный багажник. Да, колеса подарили мне в салоне. И подарили колеса. Правда, обещали, гудьерно подарили. Подарили. Дунлоб какой-то. Ну, говорят, конкуренты. Гудьерно. Итак, мы заходим, садимся назад, посмотрим, сколько там места. На самом деле здесь также все в коже, красиво. Сзади можно видеть под стеклом сабвуфер, который придает звучание. Здесь у нас, как всегда, что-то можно положить. Здесь двойной воздуховод налево и вправо. И самое главное ощущение, что место очень дохрена. Также есть зарядное устройство сзади, что немаловажно для мобильного телефона. В общем-то, моим ощущениям, друзья, здесь просто дохрена место. Очень удобные подстаканники. Здесь сидишь комфортно. Такое чувство, что водитель где-то там далеко. Эй, Николай, ты слышишь меня? И он там, да, я тебя слышу. То есть действительно комфортно. И при этом сейчас кресла подвинуты как бы достаточно сильно на меня. А если бы там была девочка, то она бы была где-то впереди. Я даже сейчас, смотрите, ноги у меня, они не слишком-то и согнуты. То есть я достаточно на прямых ногах сиду. Здесь еще решеточка зачем-то. Да, обязательно шторка. Посмотрите, это не зачем-то, Коль. Это для того, чтобы не ставили тонировку. Оно тебе похрену. Ты сделал тонировку, потому что ты модный парень, современный. А так вообще это действительно удобно. Шторки, то есть закрылся, никто тебя не видит. И добавлю, сзади тоже есть подогрев сидений. Да, очень важный момент, что сзади подогрев сидений. Что у нас вот это, Николай? Вот покажи, пожалуйста. Детей пристегивать. Вот это вот так, да? Либо без башних людей. Все, ну и пьяного крутого. Да, у нас работают сейчас габариты. Скажем так, реснички. Также можно включить автоматические фары. Вот есть реснички, а есть светодиодные фары, которые светят очень далеко, очень ярко. Также есть, конечно же, передние противотуманки, такие же светодиодные. И есть еще задние. Да, задние фары у нас очень яркие, стильно смотрятся, даже так скажем так, агрессивно. Есть еще задние противотуманные фары, которые даже, я бы сказал, немножко слепят, что позволяет вас видеть издалека. Очень удобно. А сейчас, друзья, мы покажем вам, как она на ходу. Когда мы трогаемся, она показывает, в какую сторону тебе надо ехать. Сколько тебе до следующего поворота и в каком направлении надо двигаться. Это очень удобно. Вот. А также для любителей драйва, кто хочет сам переключать передачи, здесь вот на руле есть такие вот ушки, крылышки. С моей стороны смотреть, тут написано плюс и минус. Соответственно, ты сам можешь включать передачу. Сейчас, наверное, сам еще не баловал с этим агрессивно. Но так это подожимал, все работает, все переключается. Прикольно, забавно. И также огромный еще бонус, особенно для девушек, наверное, пригодится. Это на каждом зеркале есть слепые зоны и датчик слепых зон. Соответственно, если кто-то тебя обгоняет и ты хочешь поперестроиться, он тебе сначала моргает, а потом пищит благим матом. Что типа не поворачивай. Вот. Это очень удобно. Дорогу, да что тут говорить, тут надо просто сесть и прочувствовать сам кайф, как здесь приятно ездить. Дорогу держит отлично, шумоизоляция в пределах нормы. Можно, конечно, от себя потом добавить еще шумку в дверях, либо на днище. Это будет стоить в районе там 40 тысяч рублей, я уже узнавал для себя. Подумаю еще, делать это или нет, посмотрим. Мы сейчас специально проезжаем по неровной дороге, чтобы протестировать автомобиль по подвеске и по шумоизоляции. Прекрасное ощущение. Едет плавно, не знаю, с чем сравнить, как корабль плывет по волнам. Вот, честно. Да-да-да. И самое главное, что чувствуется мощь мотора, то есть мощь двигателя. Так, вот теперь самые ужасные кочки. Прекрасно просто. Ну что, немножко топнем. Если ты готов топнуть. Ну что, вот уже и сотка. Отличный показатель. Сейчас мы собираемся проехаться по дворам для того, чтобы показать вам современную, очень интересную функцию. Актуальную для всех девушек это, конечно, автопарковка. Честно скажу, иногда я и сам лох в этом плане, и где-то я могу воспользоваться автопарковкой. Ну вот, например. Вот смотри, давай, левая сторона. Вот мы видим там впереди, собственно, уже пространство для парковки. Нажимаем сюда, на экране появляется выбор стороны. Правая сторона, еще раз нажимаю, левая сторона. Соответственно, нас интересует левая сторона. Тихонечко едем. То есть машина едет сама, а точнее сканирует сама, да? Вот расчет какой-то производит. Оба! Что? Вот она показывает, что что-то нашла. Нет? Нет, она продолжает сканирует. А, она шла, она шла. Включаем передачу R. Руль сам это все делает. При этом придержан только тормоз. Придержан только тормоз. Мало кто знает, что сейчас водитель сдаётся. Ему могут в это время делать приятно. Так. Вот. Вот этот фантастиш произошел. Говорят, берите в пусто. Руль, смотри. Чуть-чуть вперед. Руль. Руль выкрутился влево до упора. И машина. Смотрите. Все. Выразите руль. Все. Мы припарковались. Вот как профессиональный водитель, на твой взгляд, эта парковка хорошая или... Припарковался где-то в 30 сантиметрах от пореблика, но у меня тут просто клумба. И он специально припарковался так, чтобы я, когда открываю дверь, не зацепил её. Вот посмотри, вот посмотри. Вот видишь клумба. Вот так это выглядит сверху. Вот это клумба. Вот. Ну, то есть припарковались, но в некотором состоянии, ну, и это нормально. Друзья, на сегодня это всё. Всё, как вы уже поняли, мы не профессиональные автообзорщики. А просто делитесь своим мнением. Потому что машина реально классная. За миллион восемьсот и плюс допы, которую предлагает салон, машина получается, ну, огонь. Так что рекомендуем. Действительно, очень приятный автомобиль. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Скоро выйдут новые обзоры. Но об этом позднее. Пока-пока. До новых встреч. Пока. Я до видальни доставил. Чувствую себя, как в танке. Дуо не хватает. Прикинь, вот так вот ездить. Вообще. Ну что, машина огонь. А после Лады... Как день и ночь. Ребята, Лада говно. Кия огонь. Ладно, всё. Я поехал на корпоратив. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok